Купальный сезон открывают чуть только озеро, затягивает первый тонкий лед. Нижегородские моржи по холодной воде за лето соскучились. Как и всегда, дольше всех плавает Римма Дмитриевна, хотя через месяц ей исполнится 80. Сохранить здоровье и хорошую фигуру помогают закаливание и частушки. Ой, топни нога, топни правенькая, все равно хожу купаться, хоть и старенькая. Я не скажу, что я из крепкого поколения, но всю жизнь я говорю вот так вот. Вот тут водичка поддерживает меня. Водичка поддерживает. Правда, сейчас вода для моржей все-таки еще слишком теплая. Поэтому преодолеть тропу мужества 15 метров или хотя бы смочить ноги в холодной воде решаются даже те, кто пришел на праздник обычным зрителям. Но сначала парад, он же разминка. Конечно, без верхней одежды. Это нужно, это жизнь человека. Человек, значит, не стареет, он же идет вперед. За что сидеть дома-то? Ты что за это сидишь, что это какая-то болезнь? На таблетке работать. Праздничный заплыв не зря называют мужество нижегородцев во благо России. Действительно, для того, чтобы решиться войти в холодную воду, надо быть отважным. Пловцы уверены, что наши знаменитые земляки имени Непожарский закалялись точно. Холодной водичкой, скажем так, пользовали все. Поэтому уж были моржами, такого понятия раньше не было. А, значит, закалка, конечно, у них была классная. Вот так нижегородцы показывают настоящий русский характер. Моржи смеются, что купаться в проруби никого не призывают. А то вдруг еще привыкнете и болеть станете в пять раз реже. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ